Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу с вами поговорить о еще одном таком этапе, который дает нам право стать еще ближе к гражданству Польши. И сегодня пойдет речь о зазволении на попытку Резидента Длоготормино Вего Юниевропейский. То есть сегодня поговорим, как получить карту Резидента Евросоюза в Польше. Поэтому, если вам это интересная тема, то продолжайте смотреть дальше. Как я вам и сказала, что карта Резидента это еще одна ступенька такая, которая дает нам право вскоре получить гражданство Польши. Для того, чтобы получить карту Резидента, нужно подходить под основные требования. Первое, это конечно же находиться легально на территории Польши более пяти лет. За последние три года до момента подачи нужно легально работать, то есть иметь источник дохода. Ну и третье, это обязательно быть застрахован. Если первых три пункта у вас соответствуют, вы, значит, можете подаваться на карту Резидента Юниевропейской. На карту Резидента нужно подавать документы лично. Дети до шести лет, как и, например, для карты Часовой к опыту, тоже не обязательно присутствовать. Уже старше шести лет, то детки должны быть. Стоимость такой карты 640 злотых. То есть для всех, независимо, ребенок это либо взрослый, единственное будет отличие, то что при выдаче карты для взрослого будет 50 злотых она стоит, а для ребенка 25 злотых. Давайте я сейчас вам расскажу, какие нужны документы, еще для того, чтобы подать на карту Резидента, а потом все преимущества и недостатки этой карты. Значит, как и всегда, как и в любой карте, то нужно обязательно внесок заполнить. Внески есть на сайте каждого ужинда, каждого воеводства, поэтому это без проблем вы найдете, просто находите внесок, зазволение на попуток Резидента Длугу Тарминова Эго Юниевропейский и скачиваете. Как я знаю, что в некоторых воеводствах требуют 2-2 внеска, в некоторых 3 внеска. Вам нужно будет уже уточнить непосредственно в вашем воеводстве, как у вас это дело происходит. Дальше это 4 фотографии, 3,5 на 4,5. Это обязательно, конечно, ксерокопия вашего паспорта, то есть первых страниц, там, где фотография, 2 копии, и всех остальных страниц, даже пустых, по одной копии. Эти документы будут касаться как и для взрослого, так и для ребенка, поэтому уже не буду повторяться, что там нужно, что не нужно, то есть вы будете собирать отдельные пакеты для каждого члена семьи, если вы уже собираетесь подавать на карту Резидента. Следующий немаловажный документ – это, конечно же, прописка, то есть вам нужно будет взять именно зашвечение с ужин до мяса о том, что вы прописаны, либо же, наоборот, если вы не имеете права прописаться там, либо по каким-то причинам вам не дают прописку, тогда вы должны также в ужин до мяса взять зашвечение о браку, можливости, узыскания, замальдования, то есть этот документ будет подтверждать, что вы не имеете права здесь прописаться, но и также правовые документы, то есть это договор, это ад материальный. Следующим документом понадобятся – это документы, подтверждающие непрерывное нахождение на территории Польши. О непрерывном нахождении на территории Польши я вам уже рассказывала, как получить гражданство Польши, что это означает, то есть вы должны быть в год отсутствовать на территории Польши не более 6 месяцев, и за весь период, то есть за вот эти 5 лет, вы должны отсутствовать на территории Польши не больше 10 месяцев. Исключением является только тогда, когда у вас от работы командировки, когда обучение от университета польского, либо еще какие-то причины, но обязательно на каждую причину у вас должен подтверждающий быть документ о том, что вы, например, ездили в командировку, у вас должен быть документ, либо у вас какие-то научные исследования было в другой стране, и вы должны были там находиться больше, чем 6 месяцев, чем 10 месяцев, тогда тоже на каждое вот это отсутствие ваше должен быть подтверждающий документ. Ну и также это документы, которые виза и карта побыта, то есть ксерокопию всех карт ваш побыта, и, конечно же, визы. То есть от момента въезда в Польшу начинается отчисление, и потом уже, как вы там выезжали, проезжали. Обмануть не получится, сразу вам скажу, потому что они делают запрос в страж миграционную, в миграционную службу, и те полностью по вашему делу высылают, когда вы выезжали, когда вы въезжали, то есть это везде все фиксируется. Даже если вы меняли фамилии, меняли паспорта, не переживайте, все равно все это фиксируется, все равно это все везде видно. Также у некоторых могут потребовать документы, подтверждающие оплату за проживание. То есть это имеется в виду, если у вас, например, аренда на квартиры стоит 1100 злотых, и прописано, что вы оплачиваете все коммунальные услуги, там свет, вода, газ и т.д. и т.п., и сколько это выходит, то тогда вы должны будете еще предоставить квитанции. Если же у вас написана одна сумма, то есть, например, 1800 злотых с оплатами, тогда вам ничего не нужно будет предоставлять, потому что здесь это все включено. Но если у вас есть пункт такой, что вы оплачиваете это сами, отдельно, то тогда нужно будет либо просить хозяйку, либо же, если вы оплачивали это, тогда нужно будет подтвердить все документы о том, что вы оплачиваете коммунальные услуги за ту квартиру, где вы проживаете. Также вам нужно будет подтвердить доход ваш на минимальный прожиточный доход на члена семьи. Я вам уже не раз это говорила, если вы живете сами, то есть у вас нету семьи, тогда минимальный прожиточный доход должен одного человека быть 634 злотых. Если же вы в семье живете, проживаете, тогда на каждого члена семьи 514 злотых. Здесь немножко пункт этот отличается от карты временного побыта, так как если на карте временного побыта 514 злотых в семье, это нетто, без учета квартиры, то здесь после всех расходов у вас должно оставаться минимальный прожиточный минимум. То есть здесь от вашей зарплаты нужно будет отнимать квартиру и после этого у вас должно быть на счету оставаться, ну не то что на счету, но для жизни у вас должно оставаться 514 злотых на человек. Следующие документы, которые у вас потребуют, это декларации ПИД 37 либо 40, в зависимости от вашей деятельности, за последние три года. Также это документы у вас потребуются легальной работы, это умовы, это разрешение на работу. Здесь еще немаловажным пунктом является то, что когда вы подаете на карту резидента, вот эта вот печать, которая вам ставят, либо дают вам бумажку о том, что у вас приняли документы, она не дает вам права работать, она дает вам только находиться здесь легально на территории Польши. Но вообще, как везде советуется, всегда говорится, то есть у вас должна быть деятельность какая-то. То есть вы не имеете права подать на карту резидента и сидеть дома, ничего не делать, вы должны работать. Поэтому, прежде чем подавать на карту резидента, у вас должна быть актуальная карта временного побыта, либо же актуальная виза воевудская, например, и потому что рассмотрение, понятное дело, этого дела будет не 3 месяца, как везде пишется, а больше от 6 месяцев и до года. Поэтому вот этот период, вы не должны сидеть дома, вы должны активно работать для того, чтобы вас потом ближе к децизии уже требовали какие-то документы об источнике дохода, и вы могли без проблем подтвердить их. Поэтому лучше всего подавать на карту резидента, когда у вас есть актуальная карта временного побыта. Если вы живете в семье, то, конечно же, вам нужно будет подавать свидетельство о браке, также нужно будет уже сделать уместцование свидетельства о браке. Я не знаю, я вам уже рассказывала, кажется, в трансляции про уместцование. Это нужно делать для тех, кто подается на гражданство, кто подается по воссоединению семьи с поляком, либо же с человеком, с иностранцем, у которого есть карта поляка, либо сталый побыт, и также карта резидента. Ваши свидетельства о браке регистрируются в польскую книгу свидетельств о браке. То есть, это обязательный пункт для тех, кто собирается оставаться здесь надолго. Если же у вас сейчас просто карта временного побыта, и, например, карта резидента вам еще далеко-далеко, то вы, ну, не стоит даже делать это сейчас уместцование, сделайте только тогда, когда оно вам нужно будет именно по документу. Ну, и еще одним пунктом, который был принят с 2018 года, это, конечно же, сертификат B1. Поэтому не откладывайте этот момент, учите польский обязательно, и сдавайте как можно быстрее сертификаты, потому что, понимаете, чем ближе срок к подаче карты резидента, тем больше будет людей, и тогда будет больше плата за сертификаты эти. Потому что, вот смотрите, если в 2016 году был бум для переезда в Польшу, то прибавьте 5 лет, то значит, в 2021 году будет очень большое количество людей, ажиотаж людей, которые захотят подаваться на карту резидента. Это, в принципе, самый базовый пакет, который самых необходимых документов. После того, когда рассматривается ваше дело, вам выдается децидия. Децидия, она идет бессрочная, то есть нету сроков, но сама карта выдается на 5 лет. За 30 дней до истечения самого пластика, самой карты резидента, вы должны подать документы на продление. То есть здесь уже продлевается, децидия будет одна, а карту уже продлевают на следующие 5 лет. Ну, конечно же, нужно будет просто подтвердить источник дохода, страховку вашу и актуальное место проживания. На карте резидента есть пометка, так что у вас будет карта с доступом к рынку труда, и это будет большое преимущество перед тем, что вам уже не нужно будет иметь никаких разрешений, вы имеете право работать без зазволения, без ошвечения на праце. Если же у вас по вашему делу отказ, тогда у вас есть 2 недели для того, чтобы написать обжалование, и если же все равно будет отказ, опять же, после обжалования, то у вас есть тогда 30 дней для того, чтобы покинуть страну. Только в том случае, если у вас все закончилось, то есть у вас нет ни визы, ни карты, карту резидента могут также аннулировать. В таких случаях, когда она была, конечно же, оформлена нелегальным путем, то есть где-то куплена, либо как-то, не знаю, как это они проверяют, но если, в общем, она была получена нелегальным путем. Также это если иностранец предоставляет угрозу для общества, также безопасности людей, которые проживают на территории Польши. Также могут аннулировать, если иностранец покинул территорию Польши больше, чем на 6 лет. Также еще одним нюансом, если иностранец покинул территорию ЕС больше, чем на 12 месяцев. И еще одним моментом, это когда иностранец получил разрешение на карту резидента ЕС в другой стране Евросоюза. То есть в этих случаях могут карту аннулировать. Наверное, многие подумают, почему если карта резидента Евросоюза, почему такие сроки там на территории Польши отстал 12 месяцев, больше 6 лет, ведь это карта резидента, и значит я имею право работать по всему Евросоюзу. Нет, ребята, на самом деле карта резидента Евросоюза в той стране, где вы получаете, то есть на данный момент это Польша, дает право вам работать без разрешения на территории Польши. Если же вы хотите поехать в другую страну Евросоюза, вы имеете право находиться там 90 дней из 180. Либо же, если вы хотите работать там, то вы имеете право работать не больше 12 месяцев календарных, но вы обязательно должны получить вид на жительство в той стране, где вы хотите совершать свою деятельность для того, чтобы легально потом там работать. То есть сама карта резидента, она не дает вам право просто приехать, зайти там в офис в Германии и сказать, я у вас буду работать, и вас берут, работают. Нет, вы должны будете пойти в службу мигрантов, вы должны будете оформить разрешение на работу. После всех этих процедур вы имеете право приступить к работе. Да, тот факт, что карта резидента дает привилегии для получения этого вида на работу. Это да, но что вы с этой карты имеете работать, то это нет. Поэтому учитывайте этот факт, и я знаю, что многие думают, что если карта резидента, значит я, слава богу, могу выехать из территории Польши и поехать на любую работу за пределами ее, да, и работать. Но, к сожалению, это не так. Вам нужно будет получить разрешение на работу, после этого приступить, и, опять же, вы будете иметь право работать не больше 12 месяцев. Если же вы будете уже работать больше 12 месяцев, вам могут эту карту просто навсего аннулировать. Плюсом этой карты это является то, что вы имеете право ввести любую предпринимательскую деятельность, также вы имеете право получить образование на таких же основаниях, как и поляк, то есть бесплатно. Ну и, как я вам в самом начале сказала, что вы имеете право ходатайствовать на гражданина Польши, если вы находились на территории Польши беспрерывно более двух лет. Ну а также нужно знать, что, например, если вы получаете МНЖ на карте резидента одной страны, во второй стране, да, то есть, например, вы поехали в Германию и хотите там получить вид на жительство для того, чтобы поработать там 12 месяцев, то это ни в коем случае не приводит к потере ПМЖ в первой стране, то есть Польше. Вот такие вот нюансы по поводу карты резидента. Если у вас еще остались вопросы, либо я что-то упустила, какой-то момент, то обязательно пишите в комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным и информативным. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok